Так, я думаю, что на нашем почтенном 12 уровне уже можно заняться некоторыми квестами, тем более, что я давно заметила, что вон тот стражник нам готов какой-то дать. И еще я вспомнила, что нам дала квест Анделия, только я его сейчас хочу отменить, просто для того, чтобы получше вспомнить, о чем она нас просила. То есть я его отменяю, но сейчас возьму его еще раз. Тут очень трудно выбрать правильный ракурс, чтобы ничего не светилось, поэтому периодически буду, так сказать, поддергивать камеру с юбкой. Сколько еще крови мы должны будем пролить? Не существует ли она, но говорят, что давным-давно несколько эльфов отправились в Инадрил и основали поселение. Они построили его по образу и подобию нашей деревни. Если это правда, они должны были посадить там древо жизни. Хотела бы я на них взглянуть. Мы с сестрами ухаживаем за древом жизни. Круглый год мы работаем в эльфийском лесу, а птицы и звери помогают нам. Из плодов древа жизни получают особый нектар, дарующий эльфам бессмертие. Но последний урожай был очень скудным. Я считаю, что виной тому ядовитые споры, которые приносит ветер из загор. Пару дней назад я получила письмо от своей сестры Талии. Она пишет, что древо жизни начало плодоносить. Увы, она крепко связана с древом и не может надолго его покинуть. Думаю, она скоро закончен сбор плодов. Сможете ли вы забрать их и принести сюда? Кроме нас, никто больше не может собирать плоды древа жизни. Не упустите возможность увидеть это чудо своими глазами. Огромное спасибо! Сначала возьмите это письмо. Если вы покажете его Талии, она поймет, что вас отправила я. Возьмите у моей сестры плод древа жизни и возвращайтесь. Плод может завянуть, так что не медлите. Из увядших плодов невозможно сделать нектар. Радужное озеро можно найти, если отправиться из деревни по дороге на юг. На юго-восточном берегу озера есть башенка. Там-то и живет моя сестра Талия. Ну, тогда счастливого пути! И передайте моей сестре привет! Она живет совсем одна и очень скучает. Так, ну я действительно вспомнила, что мы брали это задание. Ну, освежили память. И теперь заодно... Убери, пожалуйста. Спасибо. Теперь заодно мы возьмем задание у этого страшника. Возможно, они пошлют нас в одном и том же направлении. Ничего странного не произошло. Да, счастливит вас песня звезд. Меня зовут Старден, и я храняю этот лес и находящиеся в нем древо жизни. Сразу прошу простить меня за излишнюю мрачность. Понимаете, до начала войны я была оптимистом, любящим веселые стихи и песни. Но потом все изменилось. Во время последнего боя за подземелье я стал свидетелем того, как темные эльфы жестоко убивали всех моих друзей. Я пытался это забыть, но меня до сих пор мучают кошмары. Я, честно говоря, не думала, что светлые и темные эльфы находятся прямо в прямой конфронтации. Согласно легенде, старейшины мира, которых люди называют богами, создали все расы и дали каждой из них свое знание. Орки получили искусство войны по Агрио, гномы – мастерство мафр, а мы – поэзию и музыку Евы. Другие расы уважают нас за магическое искусство и стрельбу из лука, но я думаю, что самое большое достижение эльфов – литература и музыка. Я – страж, защитник леса, но в свободное время пишу стихи, хоть они и не настолько хороши, чтобы читать их кому-то. А вот мой друг Румейль Лунный Свет писал восхитительные стихи. Он был воином с душой поэта. Короткие эстрофы, которые он читал нам в перерывах между кровавыми боями, всегда поддерживали наш боевой дух. Его голос, поспевающий красоту леса, порывы ветра в листве, весенние рассветы, заставлял нас помнить о том, за что мы сражаемся. Однажды мы сражались с превосходящими силами темных эльфов, окружившими нашу крепость. Темные эльфы не принимали бой, они не желали участвовать в открытом сражении. Нападали маленькими отрядами, после стремительной атаки сразу отступали, выматывая нас. Румейлю досталось больше всех тогда. Он был измотан, лицо его осунулось, а глаза лихорадочно блестели. Сражение глубоко ранило его чувствительную душу. Во время осады в подземной крепости Румейль сочинил пять поэм. Это была самая прекрасная поэзия, которую мне когда-либо приходилось слушать. Восхитительные строки, переплавляющие мир войны с его безысходностью и отчаянием, мир, где правят братство и надежда. К сожалению, тексты поэм утеряны. Мы не выстояли тогда, подземную крепость пришлось сдать. Спастись в тот день удалось только трем стражам, одним из которых был я. Румейль погиб в сражении. В тот день мы потеряли и его, и свитки с его поэмами. Недавно я ходил в заброшенную подземную крепость в надежде отыскать свитки Румейля. Мне посчастливилось найти только один. Я хотел бы вернуться в крепость и поискать еще, но не могу покинуть свой пост из-за сражений с орками с туманных гор. Не могли бы вы пойти в подземную крепость и поискать свитки с поэмами Румейля? Спасибо. Последие нашей расы обретет многое с восстановлением стихов Румейля. Почему бы и нет, я искусство очень люблю. Хотя интересно, насколько давно это было. Мне почему-то кажется, что если к тому времени темные эльфы уже успели сначала захватить эту крепость, потом ее оставить, а потом там поселились с орки, то прошло уже много лет. Так, и подземная крепость, это... Сейчас это у нас вот здесь. Кстати, вот да, вот примерно в той же стороне, что и Радужное озеро. Анделия сказала нам, что ее сестра находится, по-моему, где-то на юго-востоке, что ли, или на востоке. Значит, сначала мы зайдем к ней, а потом вот так пройдем в крепость. Это, по-моему, судя по плюсику, это достаточно большое подземелье, и, возможно, мы кого-нибудь там встретим, кто согласится составить нам компанию. Во, какая-то гильдия идет на охоту. Здорово. В принципе, мы уже бегали в том направлении, когда охотились за вторым орком-вождем, поэтому маршрут мне знаком. Так, стоп. Я не трус, но я боюсь. Поэтому я, наверное, такие ценные вещи, как ресурсы и что-нибудь еще такое... Ой, нет, не тебе скину. Вот ему скину. Не торопитесь, осмотритесь внимательно. Все. А, мы же еще платим за это, черт. Ну ладно. Так, что у нас много? Стебель. Все остальное вроде не такое уж и ценное. Ну или я бы оставила, конечно, но 30 монет. Меня задевают. Так, выпей зелье. Так, мы доберемся быстрее до озера. Кстати, пока что до сих пор я ни разу не встречала ни одного игрока ПК. На меня несколько раз пытались напасть и вызвать на дуэль, но поскольку все время это были маги, а я прекрасно понимаю, что маги в начале игры гораздо сильнее воинов, я как-то уклонялась от этих дуэлей. Но у меня как-то был случай на моем первом сервере, когда я начинала играть за темную эльфийку. Там у ворот выхода из темной деревни появился ПК, который убивал любых новичков, которые пытались выйти из деревни, чтобы выполнять задания или там убивать монстров. Ну, в общем, пытались выйти. И я помню, что я какое-то время смотрела, как он там убивает, вот когда люди выбегали поодиночке, так одного за другим. Потом я не помню, то ли я предложила, то ли кто-то еще там. У нас собралось уже человек шесть, которые так испуганно смотрели на этого ПК из-за спин-стражи. Он так очень аккуратно стоял, чтобы не попадать в их поле зрения. И мы как-то так собрались и решили, что мы побежим кучей. Точнее, даже не побежим кучей, а нападем на него кучей. Значит, как бы так на счет раз-два-три вылетели из этих ворот, а набросились на него. Правда, когда передумал и решил, что там пока другие отвлекают, мы быстренько пробежим мимо него. Ну, в общем, смысл в том, что нам этот ПК, конечно, показал кусь кину мать, потому что, ну, по крайней мере, я тогда еще не знала, что с ростом уровня уменьшается вероятность попадания по персонажу. То есть, например, если он был с сорокового уровня, а мы там, например, десятого, то мы, в принципе, по нему попасть никак не могли. Ну, по крайней мере, мы очень старались. И я не знаю, то ли его это впечатлило, то ли там кто-то перезашел своим более развитым персонажем, но вскоре он оттуда исчез. Было бы, в принципе, забавно увидеть такого, ну, не именно его, но похожего персонажа с похожим поведением здесь, в том, что тогда это было очень весело. И я тогда первый раз почувствовала такой настоящий командный дух этой игры, хотя мы даже не собирались в группу, мы особо даже не разговаривали друг с другом, мы просто такой кучей малой высыпали из деревни и попытались что-то сделать с нашим обидчиком. Так вот, похоже, судя по тому, что стрелочка на карте туда же показывает, в той беседке и должна жить талия, но я рядом не вижу, честно говоря, никакого древа жизни. А ведь нам сказали, что она не может его надолго покидать. Может быть, оно где-то за холмом? Ну да, это оно. Давайте послушаем музыку. Приветствую. Я хранитель древа жизни Талия. Последнее время я очень беспокоюсь за древо жизни. Оно стало увядать. Возможно, это из-за энергии, которая приходит с моря спор, расположенного за горами. И самое печальное, что все это происходит из-за запретных знаний, которые мы использовали во время войны с людьми. На самом деле, я тоже знаю не все до мелочей. Как я слышала, эльфы использовали запретную магию в битве с людьми, которые предали нас, и в итоге обширные земли превратились в пустоши. Сейчас эта зараженная территория, называемая море спор, продолжает расширяться. Когда-нибудь она поглотит и наш лес. По иронии судьбы, распространение моря спор сдерживают люди. Отличный пример, который показывает эльфам нашу глупую ошибку. Интересно, как именно, может быть, у них там какой-то блокпост. Значит, вас послала анделия? Это свежий плод древа жизни. К сожалению, в этом году созрел только один. Пожалуйста, отнесите его, анделия. Так ты же сказала, что у тебя дерево плодоносит хорошо. Радужное озеро имеет неправильную форму. К северу отсюда находится эльфийская деревня, а к северо-западу водопады. На сападе расположена подземная крепость. За туманными горами к северу от деревни раскинулись обширные земли, обезображенные древней магией. Сейчас их называют Морем Спор. Ну и, кстати, если кто-то, возможно, забыл, вот это Море Спора, о котором так часто мы слышим, оно действительно расположено очень близко от эльфийской деревни, хотя на самом деле эта локация, а мы в нее попадем, она, по-моему, предназначена для игроков где-то 50-го уровня. ну или около того, что-то. Но поскольку мы огорожены здесь от нее горами, то нам предстоит сначала сделать очень долгое путешествие, прежде чем мы вот так обойдем горы и в конечном итоге туда придем. Так что это будет не скоро, но рано или пузно мы это место, о котором, по-моему, узнают все эльфы, мы его обязательно посетим. Так, ну, я надеюсь, что этот плод не завянет же. Да, вроде ничего не написано. Так, давайте тогда сначала прогуляемся в подземную крепость, тем более, что я о ней от других игроков уже кое-что слышала, что туда вроде как и нужно примерно на моем уровне ходить, гулять. Попробуем найти там эти рукописи Румиэля. Так, а ну-ка, секунду. Может быть, попробуем... Ой, давайте попробуем переплыть. Заодно посмотрим, насколько у нас хватает дыхалки. Нам нужно вот куда-то вот туда попасть. Давай, как Покахонтас со скалы в воду. Только не ко дну идти, а вот туда. Туда. Очень так хитро, может быть. У меня, правда, вот единственное, что всегда огорчало в Лайн Эйдж, это то, что под водой нету вообще ничего. То есть, даже как-то не очень интересно рассматривать, что там происходит. То есть, это просто голая земля. Хотелось бы каких-нибудь, я не знаю, так, не останавливайся, то есть, отдохнешься скоро. Каких-нибудь, хотя бы, намеков на водоросли, каких-нибудь рыбок. Я думала, что это не очень было бы сложно и не очень бы напряжено в графическом плане, но это как-то разнообразило бы подводный ландшафт. но, в принципе, зато очень интересно. На мой взгляд, сделана анимация плывущих. Она у каждой раз, в общем, своя и не похожая. У темных эльфий, по-моему, они как-то руки прижимают к телу, а ногами двигают нот, как русалке хвосту. И мы где-то же неподалеку оказались, да, от него? Нет, вот так нам надо идти. Не надо по дороге. Заодно можем еще споровые грибы побить. Я же на всякий случай взяла задания на них. Мало ли, где они еще попадутся. И орки кабу тут замечательно. Давайте совместим приятное с полезным. А вот эти две ауры, с которыми мы будем ходить большую часть игры. По-моему, только иногда мы будем их отключать, когда если. Я надеюсь, у нас появятся напарники баферы, которые смогут накладывать заклинания, которые будут помогать нам сильнее, чем вот эти ауры атаки и защиты. так, а вот это уже агрессивные вряда. нет, нет, слава богу. Давайте немножко грибы порубаем по ходу тела. Пустой. Но все равно мы идем в ту сторону, правильно? Это какой-то вождь орков, судя по собакам. Року. Ко. Часовому нормально. У него тут споровые грибы ходят, орки, но он просто смотрит. Да, и лучше не думать, как вот этот гриб там оказался. Он теперь доступен только лучникам и магам. как я вот понимаю, что вот две большие руины это есть вход в подземную крепость. Главное найти этот проход вниз. А то с моей безучестью мы можем около него бегать часами. Я на самом деле уже немного плохо помню о том, что тут поскольку стоит и какие цены считаются разумными. Просто мне пока что очень нравится этот квест на убивание грибов, потому что вы помните за каждые 10 мешочков со спорами нам дают 500 аден. Вот просто с обычного монстра падает где-то от 9 до 20. То есть на мой взгляд это вполне выгодно, но вполне возможно, такой фото я точно не пропущу, вполне возможно, что это и не очень выгодно, и есть какие-то другие задания. В общем нужно посмотреть.